Всем привет! Продолжаем мы прохождение игры Медивы 2 Топового за Англию. У нас 1212 год. Так, ну у нас есть такая ситуация сложилась. В общем, нас осадили войска Священной Римской империи. Так, ну это ладно, дело десятое. Какое дело у меня есть армия, но и что-то терять, что мне захватывать, либо воевать с Священной Римской империей, но правда. Ну, в принципе, проблемы с папой-то меня, конечно, не волнуют, потому что мы все равно церковь-то отлучены. А вот, ну, конечно, можно там ради наказания какой-то город захватить. Да ладно, дело десятое. С другой стороны, если высаживаться, скажем, на Францию, на Рен, это сталкиваться, мало того, с Германией, так еще с Францией. Это, конечно, такое будет жесткое противостояние, думаю, достаточно. Хотя, конечно, можно начать войну с Данией. Хотя, у них тоже довольно-таки серьезные войска. У нас пока серьезных войск нету. Так, на экране-то вот, посмотреть нам, так, Дания. Нам нужен полный такой расклад. Дания. У них союз. Хотя, у них, конечно, они союзники со Священной Римской империей. Ой, ну да, союзники. Вражда у них с Руссией и Польшей. Союз у них со Священной Римской империей Милан. Так, как они выступают союзниками. Так, ну у нас с Миланом тоже союз. На сегодня. А, нет, не у нас, это у Португалии. Итак, так, так, так. Польша союз с Францией. Конечно, можно заключить союз, скажем, с Польшей. Ибо польские земли меня пока не интересуют совсем. Так же можно заключить союз с Венецией против Германии. У нас союз только один с Португалией. Но вражда пока только с одной из хакций. Это Священная Римская империя. У нас в Священной Римской империи очень много союзников. У них Милан, Византийская империя, Дания, и Папская область. Конечно, такие у меня сомнения. Смекать по этому поводу. Можно попробовать заключить союз, скажем, с Францией, пока не нападательный. А заключить союз против Дании и против Священной Римской империи. Так. Давайте попробуем, наверное. Получится, не получится. Я надеюсь, что мы днем еще на дипломата. Нам нужно попытаться заключить союз в Франции. Хотя, конечно, они с Священной Римской империи не воюют. Но я думаю, для них это будет так же выгодно. Так, здесь мы можем нанести удар под Дании. Взять брюги. Либо-либо-либо взять вот здесь вот замок мой, который датчане когда-то мне отняли. Так, конечно, склоняюсь больше к варианту взять штурмовый замок. Здесь, конечно, здесь, в принципе, пока два отряда. Здесь, конечно, они еще кого-то не наделают, не сделают. Так, там нужен агент. Кто у них здесь, какие-нибудь возможности? Ну, в принципе, что здесь? Пешие Хускуралы, плюс у них скандинавские вычницы. Но у них здесь нету полководца. Кан, конечно, в финансовом отношении ничего не даст. Ну, а здесь пока оборона. Будем ждать, когда немцы пойдут на штурм, если, конечно, не на штурм пойдут. Так, ну, в общем, такие планы у меня пока. Я пока не знаю, как они реализуются. Здесь у нас, я плюс на подкрепление веду пеших и цель феодалов. Плюс, наверное, здесь тамплиеры. Но пока не дойдут, это нужно будет несколько ходов, конечно, чтобы они дошли. Желательно, чтобы у нас, конечно, здесь вот замки развивались. Ну, самый развитый у нас замок пока и верность. Шотландский замок, наверное, захваченный. Ну, как-то так, что ли. Здесь у нас еще один священник сделался. Нам бы желательно переправить его на материк. Пускаем вместе с флотом. Так, ладно, завершаем, значит, мой ход. Обзор ситуации мы провели. Небольшой такой. Продолжение следует... 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 Так, у нас появился в игре новый игрок, это монголы, который имеет очень большие, очень серьезные армии, но нас они пока не касаются, так, в общем, выполняем мой план мы сейчас, так, ага, замки они уже нанялись, кого-то успели нанять, что значит мы очень быстро берем брюки сразу же идем на шторм, 4 к 3, в принципе, мы должны победить развертываем наши войска, нашу армию стрелков, а, у нас есть брюки здесь, 2-3 дубушников, я думаю, это не стрелков, ладно, все, у нас все готово, я думаю, начнем битву, разобьем сразу же ворот в первую очередь, так, ускорим ход игры, а давайте по стенкам, может быть, нам удастся здесь кого-нибудь ходить, вот здесь вот жеватель, пеший из феодалов, нанестим серьезные потери желательно, бежали, ну ладно, стену мы сейчас все равно развалим, вражая стена рухнула, так, делаем мы еще один пролом, так, охрана полководца, 4 отряда у них здесь у датчан, это стрелки, хан полководца и еще у них пеший из феодалов, где они, кстати, куда они делись, где вы, где-то они вот здесь, по всей видимости-то, в центре города их явно нет, а, вот они здесь, в засаду встали, да, ну ладно, мы это учтем, делаем тогда, вот так вот, делаем вот так вот, делаем вот так вот, делаем давайте атакуем полководца вражеского плюс конницу нашу также пошлем на хран полководца, так, что делают их, рыцарь пока стоят подоспела на школьнице также на школьнице встал Так, усиливаем натиск. Конечно, пока делимся, мучники валют у нас, наносят нам довольно-таки серьезные потери. Сейчас их пауководец, скорее всего, будет пытаться убежать от нас. Не выпускайте его, не выпускайте. Да, все равно на этих ручниках. Сейчас мы с пауководцем разделаемся, а с ручниками потом разберемся. Я знаю, что вы серьезные потери несете от ручников, но все же. Так, все, вражеск пауководца мы убили, да? Да. Теперь мучников догоняем их. Ну и, скорее всего, сейчас рыцари сюда прибегут. Так что вот эти два отряда, которые мы оставляли на прикрытии, можем так же сюда присылать. Давайте пошлем. Стоп, 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 стоп. Отходим, 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 отходим. Отбегаем пока отсюда. Отбегаем. Пока остановитесь все. Так, нам бы баллист сюда привезти бы, конечно. Берем наш конец от обстрела. Сектр обстрела. Да что уж вы. Куда вы собрались? Давайте сюда. Наши лучники приказывают обстрелы лучников врага. Ну и, конечно. Наши баллисты, к сожалению, очень медленно продвигаются. Так, ручники врага сталкивались с нашей пехотой. Какие-то странные они делают манёвры. Может быть попытаться зажать их здесь? Важных учеников. Так, всё, баллисты, стоп. Давайте атакуйте рыцарей пеших, феодалов. Чтобы нанести максимальный урон. Отлично, попали мы в цель, в точку, так сказать. Убили мы несколько рыцарей. Такой жёсткой атаки подбились вражеские рыцари наши. Так, даже с кистилки бегут. Баллисты, вы куда-нибудь уже здесь? Вы слишком далеко стреляете. Так. Здесь нам слишком далеко походить. Молодцы. Ладно, пока стойте там. Здесь мы пока обороняемся. Давайте ученики тоже атакуйте рыцарей вражеских. Я думаю, ученики врага нам уже не должны такой серьёзной опасности представлять. Их осталось всего шесть. Конечно, определённый урон они наносить будут, но я не думаю, что он будет настолько серьёзный. Так. Ага, у нас один отряд прижал, дрогнул. Давайте сюда вставайте, значит. Дальше рыцари, рыцари, рыцари. Ой, в смысле, не рыцари, куда нам наши быкони сейчас? Переместить сюда. Давайте сюда сначала, а то сейчас они все прибегут в совершенно другую сторону. Нам такой нанести удар с тыла по врагу. Баллисты куда-то неизвестно куда стреляют у нас. Видим, считай, что нужно уничтожить лучников. Хотя опасность сейчас для нас представляют именно вот эти рыцари. Их по своим. Да что ж вы, ребята, делаете? За что своих-то лучников? Так, всё дальше перемещаем и конец дальше. Ничего себе, какие потери наши лучники понесли. Собственных баллист. Баллисты, вы что, на стороне врагов-то сражаетесь? И вы на своей стороне. Да, конечно, датчане успели развиться каким-то образом до мощных своих солдат, до рыцарей. Но нам нужно возвращать наши утиренные территории. Правда, Брюги никогда не был нашим, да? Но всё же, это, можно сказать, ступенька к покорению. Хотя город не так важно, конечно, захватить замок. Но замок, как видите, там у них, если здесь даже один отряд рыцарей просто выносит наших ранних копейщиков, а у нас пока других войск, к сожалению, нету. Во-вторых, но, однако, захватив город, мы ударим больше финансово по врагу. Хотя, конечно, они будут делать элитных вот этих феодалов, но всё равно, я думаю, не так много это будет. Всё же удар, я думаю, будет по Дании серьёзно нанесён. Кроме того, как я уже говорил, нам нужно заключить союзы со всеми, кто бою против Дании и Германии, так как они союзники. Мы присоединяемся к такой общеевропейской коалиции и будем вести такие у нас будут коалиционные войны, наверное. Неизвестно, конечно, как всё это будет, но... Причём неизвестно ещё, заключить ли со мной союзы или нет. Ну, здесь, в принципе, уже всё. Давайте продолжим битву, добьём их. Хотя, конечно, у них уже не будет, но всё равно. Баллисты всё, ребята, хватит. Мы сделали громаднейшую работу. Но сейчас вы можете задеть наши же войска. Так что пока отставить огонь. Сейчас идёт тience. Просто. Я хотел cockpit. Уled伴 меня personnel. Теперь попробуем rebooted вот так. Пишём лючок и всё из�가лись они тебе так и идём не видно его. Все и что-то так сбümanится. А в сколько coronavirus? Anythingo. Пишём в бытьכnej алины отдельно? Но эта с victoriesом она Belle. Улы�INAUDIBLE 없어 занимается. Т角 Stevens. Тый момент. Все, враг полностью разгромлен, лорд захвачен, потеряли мы 254 воина, враг потерял 125. У нас практически вся серия как раз ушла на захват Брюгге города, и еще одна территория таким образом у нас в активе, они просто награды в поселение и все, зачем уничтожить. Здесь враг готовится к штурму, будем надеяться, что нам удастся отбить этот штурм, здание отношений очень плохие, это естественно, и у нас сейчас две войны таким образом нарисовалось. У Дании здесь остался на этом кусочке последний, вот эта датская твердыня, наш бывший замок захвачен датчанами. Ну а что вы, датчане? В свое время воспользовались тем, что мы были слабы. Теперь получайте дивиденды, когда мы воевали на два фронта в Шотландии, они отковали нас в захватильный город, а теперь настал час расплаты. Наш священник, давайте выведем его. Так, здесь мы следим за французами, здесь у нас агент просматривает замок. по налогам, здесь можно делать по налогам. Приведем ремонт. Обычные налоги. Высокие, конечно. Так, строим здесь сразу же рынок, сразу же развиваем экономику города. Кроме того, что можно построить камешни, давайте поставим здесь. И у нас здесь, насколько я помню, задание, да? Зависит этого купца. Ага, нашего купца разорили. Ничего себе, 358 зарабатывает. На каких-то тканях. Здесь вероятность еще меньше. Все равно будем пробовать. Так, здесь у нас делалось посол. Посол, посол, посла. Кто-то нам, дружочек, нужен. Давай-ка сделаем так. Сделаем так. Сделаем так. Как понять крайне невыгодное предложение. Вот, видимо, сначала нужно запустить какие-то толковые отношения. Ну и на этом закончим мы нашу сегодняшнюю серию. Захватили мы брюги. Так же мы ждем штурма Антверпина. Будем надеяться, что нам удастся разбить этот штурм. Силы, конечно, у нас здесь не столько велики, но все же. Правда, врага есть тоже. Ну кто он здесь? Крестьяне. Два отряда крестьян. Плюс у него городская стража и стрельки и наемники. В принципе, у него тоже не особо такая сильная армия, если мы найдем полководец, у нас их три. Не знаю, как нам это поможет. Авторитета нет, полководства нет. Верности очень слабые, благочесть, только если что. В принципе, я думаю, мы должны, наверное, отбить эту атаку. У нас здесь сразу три полководца с колоссальной верностью и с таким авторитетом серьезным. В принципе, должны, я думаю, удержать город. Антверпин. Так, ну что касается Дании, здесь остался один замок. Его, наверное, взять в осаду. Штурмовать-то, конечно, вряд ли. Но если что, можно взять его в осаду хотя бы. Я думаю, сейчас вот эта вот наша армия подойдет, когда мы ее пополним еще немножечко. Хотя бы, чтобы надо было десять отрядов. Плюс с баллистами и осадим, наверное, мы Кан. Этой армии. Ну, если, конечно, тут не уйдут уже войска. Хотя, конечно, он может попытаться освободить Брюгель, вернуть под свой контроль опять. Ну, ладно, посмотрим, как будут дальше развиваться события. На сегодня мы закончим. До новых встреч.